Ищите функциональную галерею для Joomla? Поверьте, у меня в этом опыт есть. На ваших глазах сейчас даже вот в этой анимации видно, идет демонстрация всего лишь одного компонента модуля галереи, но она способна отображать и слайды, и галереи, и все в одном. Большое количество вариантов отображения всевозможных слайдов доступно в одном компоненте. Компонент называется DJ Media Tools. Ссылку на страницу этого разработчика я оставлю в описании под этим видео. Здесь можно посмотреть тест-драйв, то есть посмотреть изнутри, как выглядит данная галерея. Что немаловажно, галерея полностью переведена на русский язык, и в этом видео, в этой серии уроков про данный компонент, я подробно расскажу, как ее настроить. Меня зовут Федор Васильев, и давайте начнем рассматривать этот компонент. Эту галерею я выбрал не зря, я давно уже с ней работаю, и вообще разработчик DJ Extensions славится большим рядом всевозможных компонентов. Если вы за мной следили ранее, вы видели, что это уже не первые уроки об данном разработчике, а точнее о его компонентах. Это доска объявлений, каталог, чат, система личных сообщений, ну и в будущем будут другие уроки про их компоненты, которые я еще не рассматривал. Все эти уроки, они у меня абсолютно бесплатно находятся на моем канале YouTube. Посмотрите мои плейлисты, если вы не видели, и вы сможете найти данные уроки. Касательно в этом видео мы будем рассматривать непосредственно компонент-модуль галереи, это в том числе и слайды. И вот как я уже говорил, что здесь вот прям наглядно видно вот в этой анимации, какие разновидности вообще можно получить. Только лишь от одного компонента. Что немаловажно, здесь вы также можете ознакомиться на странице интеграции. Вот важный момент. Интеграция с другими расширениями Joomla. Понятно, Joomla статьи, K2, Virtual Mat, Hikoshop, EasyBlock. И самое главное, он интегрируется с компонентами этого же разработчика. Это каталог, DJ Catalog 2, DJ объявления. То есть доска объявлений, да, и непосредственно можно использовать данный компонент, если вы хотите как-то красиво там отображать объявление через слайд. Поддержка J-Comments, это комментарий компонент. Интеграция с Facebook, с Discuss и Falang. И, соответственно, переведен на разные языки данный компонент, в том числе и русский. Вот здесь вот об этом говорится. Естественно, компонент платный. Он у меня уже есть, последняя версия и русский язык. И давайте посмотрим, как это установить к нам на Joomla. Специально для этого компонента я установил чистую Joomla. На данный момент записи Joomla у меня 3.9.6 версия. В админке, как обычно, устанавливается компонент о расширении менеджера расширения установить. Открываю папку на компьютере. Последняя версия компонента это 2.14.0. И, соответственно, файл локализации. Все скачано с официального сайта. Значит, компонент устанавливается, как обычно. Просто перетаскиваем в эту область на Joomla, в админку. Установка пакета успешно завершена. Нам система говорит. Компонент нас благодарит за установку. И, соответственно, сразу установим русский язык. Также пакет перетаскиваю в эту область. И у нас компонент уже русифицирован. Он находится у нас сразу здесь. Компоненты DJ Media Tools. Здесь сразу мы можем видеть элементы, альбомы. Давайте посмотрим. Зайдем первый взгляд о данном компоненте. Плиток здесь немного. То есть настроек. Давайте их разбирать. На самом деле, почему вообще нужно посмотреть настройки, разобрать. Я помню, когда я первый раз знакомился с этим компонентом. Он немножко отличается от других компонентов галерей. В плане юзабилити. То есть, возможно, вначале будет непонятно, где что находится. Здесь просто нужно понять, как он устроен. А на самом деле он очень функциональный. Когда вы поймете, как он работает. И очень классный, качественный. Единственное, вначале нужно понять, как здесь, что устроено. Давайте сначала пробежимся по плиткам. Значит, вот здесь справа информация о лицензии. Версия установлена и текущая. Соответственно, я не активирую данную лицензию, так как это демо сайт. Вообще это open server. Мне здесь это ни к чему. И компонент полностью функциональный. Без внесения вот этого ключа доступа. Он, по сути, нужен только для того, чтобы легко обновляться из админки, когда выйдет новая версия. В остальном компонент полностью функциональный. Вот здесь, справа в углу, кнопка настройки. Мы, конечно, будем ее затрагивать. Для начала вам здесь ничего не понятно, хотя все на русском здесь много настроек. Эта кнопка дублируется вот здесь. Чтобы вас ничего не путало, эта кнопка настройки ведет в ту же вкладку. Дальше здесь есть такое понятие, как альбом и новый альбом. Это две абсолютно одинаковые кнопки. Только здесь будет список альбомов. Сейчас он пуст. Позже создадим. Новый альбом ведет к созданию непосредственно сразу альбома. Также есть несколько вкладок с настройками. Разберем соответственно. Есть настраиваемые элементы и новый элемент. Тоже две одинаковые кнопки. Только это список элементов. А новый элемент ведет нас сразу к созданию нового элемента. Соответственно, есть новая кнопка Presets. Если мы к ней перейдем, то есть это Presets, заготовленные шаблоны по-другому. Также имеет настройки. Также разберем, зачем она нужна и чем она полезна. Есть еще кэш-картинки и ксс. Пока очищать кэш-картинок мы не можем. У нас ничего очень загружено. Оптимизация картинок. Здесь свой механизм оптимизации изображений для быстродействия. Для быстрой загрузки сайта, чтобы не тормозил сайт. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно понять, что мы хотим. И это лучше сделать по пунктам. Например, мы можем отобразить просто какие-то изображения с текстом. То есть отдельные изображения. И вывести это в слайд на странице или на страницах нашего сайта. Или же это могут быть статьи. То есть созданные вот здесь, менеджер материалов, в список статей, которые будут выводиться где-то на сайте, если это нужно, через слайд. И, соответственно, мы можем вывести, например, категории товаров из компонента DJ Katalog 2, если мы его используем. То есть это та самая интеграция, о которой я говорил ранее. Или через компонент DJ объявления. DJ класса Fields. То есть если у нас установлен компонент объявлений, это тоже можно вывести. Я думаю, я буду показывать вам на примере статей и на примере обычных изображений. То есть будем действовать по порядку, чтобы информация была доступна для восприятия. Соответственно, мы должны посмотреть, что установилось из пакета еще. помимо компонента. Я сейчас зашел в расширение модулей. Автоматически были произведены две установки двух модулей. Они сейчас в состоянии выключены. Вот сразу по названию видно DJ Media Tools альбомы, DJ Media Tools альбомы Grid. Также посмотрим, что за альбомы. Соответственно, если перейдем в плагины, автоматически нужные плагины были включены. DJ Media Tools. Они также все подписаны. Причем включены были и плагины DJ Media Tools. Это интеграции с Hikoshop, Sobi Pro, DJ Media Tools, J2 Store. Но по идее, вот эти плагины, которые мы не будем использовать для интеграции, их бы желательно выключить. То есть DJ Media Tools, DJ Evans, DJ Classy Fields. Если не будем использовать, я не знаю, возможно, будет урок про DJ Classy Fields интеграцию, DJ Katalog. Их оставим. Вот эти, DJ Evans. Дальше, DJ 2 Store, Sobi Pro, Hikoshop, Isi Block, K2, Virtual Mat. Это компоненты, все, которые у нас не участвуют сейчас на сайте, не работают. DJ Classy Fields оставим. DJ Katalog 2 оставим, потому что, возможно, будут уроки, чтобы потом я не забыл их включить. А вот DJ Media Tools плагин источника, папка, мы не трогаем. DJ Media Tools Content Joomla нам пригодится. DJ Media Tools Album, то есть альбом DJ Media Tools Redactor, DJ Media Tools плагин. Вот это вот то, что я выделил, вы тоже можете смело выключить. В любом случае, если что-то будет не работать, мы всегда можем вернуться сюда и их включить. Просто есть такие мысли о том, что эти плагины как бы не нагружали лишнее, какие-то запросы к базу данных не делали, так как они нам по сути не нужны. Если мы не используем вот эти компоненты, то лучше их, конечно, отключить. Соответственно, желательно пройтись на другие страницы, посмотреть, нет ли у нас еще каких-то плагинов, которые, возможно, включены, которые мы не будем использовать. Как я уже говорил, если тот или иной плагин нам понадобится, если мы будем использовать, например, Virtual Mat, то есть это компонент интернет-магазина, то мы сюда можем просто прийти, нажать эту кнопку, да, и плагин будет работать. И давайте начнем рассматривать данный компонент. Начнем с альбомов. Итак, сразу мы можем нажать новый альбом. По порядку давайте заголовок. Так и назову первый альбом. Родительский элемент. Пока у нас нет никого родительского элемента. Показать все параметры. Есть кнопка. Альяс пока не трогаем автоматически. Скорее всего, он будет прописан. Состояние опубликовано, не опубликовано. Видимо, в списке альбомов, да. Альбом, картинка и кнопка выбрать. Давайте выберем картинки. Соответственно, про картинки. Ситуация такая, что изображения, если вы, конечно, об этом не знаете, их желательно подготовить заранее. Если у вас в вашей галерее планируется 10-20 изображений, лучше их, например, в каком-то редакторе подготовить. Например, фотошоп. Сделать их одного размера и сразу желательно сделать их какого-то среднего качества, чтобы они были меньшего размера по объему. То есть, несмотря на то, что компонент оптимизирует хорошо изображение, лучше их, конечно, подогнать заранее. Оптимизирует, я имею в виду, чтобы сайт не нагружался, чтобы быстро загружался. Так как первое, что нагружает сайт, это тяжелые картинки. Это для тех информации, кто не знает. Соответственно, картинки сначала нужно загрузить в нашу Joomla. Вот здесь вот ниже кнопка «Выбрать файл» и с компьютера выбираем. Соответственно, я выберу картинки для примера из своего платного курса по видеомонтажу, просто для примера. Выделяем картинку, причем можно зажать «Ctrl» и «Выделить сразу несколько». Далее нажимаем «Открыть» и «Загрузить». Вот сразу, видите, я не посмотрел. Имя файла должно содержать только буквы и цифры без пробелов. Соответственно, изображения загрузились. Только четыре. Не пустил одно изображение с неправильным названием, которое недопустимо. Поэтому имейте это в виду. Значит, изображение мы загрузили. И из тех загруженных изображений я, например, выбираю то, которое меня сейчас интересует. Нажимаем «Вставить». Вот здесь вот сразу альбом изображения вставлено. Вот здесь есть глазик. Можем навести мышь, посмотреть, какое изображение мы здесь вставили. ID, номер записи. Соответственно, здесь мы ничего не делаем. А вот следующий пункт «Альбом Source». Выберите, из какого источника будут показаны элементы. Здесь нужно внимательно. Смотрите, после сохранения подсказка «Альбома», нельзя изменить его источник. То есть, как только нажмем вот сюда «Сохранить», здесь это поле будет недоступно. Нам нужно будет здесь сразу определиться. И здесь есть, смотрите, дополнительные элементы. Они у нас изначально выбраны. Сейчас мы будем по порядку с вами смотреть. Потом статьи «Джумла». Тоже будем рассматривать позже, да. И вот товары, например, DJ-каталог можно вывести в эту галерею. Галерея товаров, объявления DJ-класса «Филд», как я уже говорил, DJ-события, да, и другие варианты. Вот те плагины, которые мы с вами отключали. Пока оставляем дополнительные элементы. Следующая у нас вкладка «Applaud Images», то есть загрузка изображений. Здесь у нас получается это «Images» самого альбома. Чтобы понять, где это и как это отображается, позже я вам покажу, вам будет все понятно. Здесь, смотрите, папка загрузки – это та папка, куда будут загружаться изображения. Здесь можно нажать «Выбрать» и создать папку напрямую отсюда. Ну, в принципе, это не важно. Можно оставить как есть. Загрузка нескольких картинок, то есть прямо сюда можно мышкой перетащить несколько изображений. Есть еще вкладка «Add Video», то есть добавить видео. Если мы сюда переходим, ссылка на видео, здесь мы можем вставить ссылку на видео. Позже посмотрим. Здесь есть маленькая кнопочка, такая синяя. Если кликнем, здесь подсказка. Ставьте сюда всю ссылку, начиная с «HTTP», то есть с «YouTube» или «Vimeo». И описание альбома. Соответственно, описание альбома здесь тоже есть. Давайте напишем что-нибудь, чтобы просто посмотреть, где это будет отображаться. Описание альбома. Я пока сюда изображение не загружаю, давайте просто посмотрим дальше. Основные параметры альбома. Вот все эти вкладки будем позже рассматривать. Оставляем без изменения. Параметры элемента макета также пока не трогаем. И оптимизация макета тоже пока не трогаем. Я хочу наглядно показывать, как это будет изменяться на сайте. Иначе здесь вам будет это непонятно сейчас. Здесь есть возможность выбора эффекта, загрузка своих кнопок. Это вообще редкость встретить такое в какой-то галерее. То есть кнопка назад, далее, кнопка проиграть, кнопка пауза. Это когда слайд у нас, например, включен. Оставляем пока все без изменений. Нажмем просто сохранить. Кэш успешно очищен, пункт успешно сохранен. Соответственно, после сохранения, если мы нажмем на кнопку закрыть, в альбомах вы увидите вот такую запись. То есть если мы перейдем в корневую папку и зайдем заново в альбомы, вы увидите вот здесь альбом. Здесь будет список альбомов, которые вы создаете. Здесь картинка альбома. Можно так кликнуть, посмотреть саму картинку. Это просто отображение. Дальше есть такая кнопка настраиваемые элементы. То есть мы с вами здесь еще ничего не настроили. И ссылка. Вот наш первый альбом, который мы с вами создали. Альяс автоматически, видите, прописался. Если зайдем, мы попадаем в настройки альбома, который мы только что с вами создавали. Как и было нам сказано, после сохранения альбом Source, вот здесь вот, видите, недоступна больше эта опция. Мы всегда сможем вот так вот выделить альбом и нажать удалить совсем его, создать новый, если вдруг нам он больше не нужен. Ну, например, нам нужно создать какой-то один альбом, но альбом Source нужно поменять. Это вот такой вот некий выход, да? Чтобы здесь у нас не копилась грязь, ненужные альбомы, всегда можем это дело удалить. И у новичков путаница как раз может произойти вот с этими альбомами. Но мне надо создать несколько элементов с картинками, чтобы отображались они в слайде или в галерее. У нас есть настраиваемые элементы. Нажимаем создать и, по сути, здесь создаем несколько изображений, например, с ссылками, и это надо вывести на сайт. Зачем нам тогда альбомы? Так вот, настройки вот здесь вот как раз таки, публикация, помечена точка, альбом, обязательно здесь нужно выбрать какой-то альбом. То есть все эти элементы должны где-то храниться. И для него мы создали тот самый альбом. То есть мы можем, например, из альбома вот по этой иконке перейти сразу в создание элемента, или это у нас дублирующая ссылка вот здесь, настройка элементов, создать. То есть сначала мы создаем альбом всегда, и в этот альбом мы накладываем столько элементов, фотографий, сколько нам нужно. Это просто для, на самом деле, удобства, для разграничения. Представьте, что у нас 50 страниц, и на каждой странице у нас своя галерея. То есть свои вот эти элементы. На каждую страницу по 20 элементов. Соответственно, у каждой страницы свои элементы, и, соответственно, чтобы все было по полочкам, свои альбомы. Вот представьте, 20 альбомов, в каждом альбоме неограниченное количество элементов, и этот каждый альбом для разной страницы свой. Ситуация мог быть разной, да, и здесь все серьезно. То есть можно очень, во-первых, удобно разграничить, да, и потом удобно здесь нам просто для себя вот эти названия, первый альбом, второй альбом как-то называете, чтобы вам потом было легко сориентироваться. Вы можете написать, например, название альбома, не один альбом, а, например, страница, главное, или альбом для главной, потом там альбом для страницы портфолио, то есть это все удобно разграничить. Теперь, чтобы отобразить слайд или галерею на сайте, не обязательно к альбому создавать настраиваемые элементы. Можно вывести сам альбом, но для этого в сам альбом нужно загрузить изображение. То есть мы заходим в альбомы, заходим в альбом, как раз-таки вот это поле для загрузки нескольких изображений, а сюда мы загружаем изображение, если мы этот альбом сразу хотим вывести со своими картинками, без всяких других элементов. Но сюда их нужно обязательно загрузить, иначе не отобразится на сайте данный альбом. Написано «Загрузите несколько картинок» или вот кнопка «Добавить». Я беру те же изображения, «Открыть», они у меня все подгружаются, причем вот здесь вот можно для каждой картинки прописать свое описание. Если мы здесь это не напишем, то будет подставляться название самого изображения. Также по крестику вот здесь нужно, можно удалить изображение, если вдруг нам какое-то изображение здесь не занадобилось, или зажать левой кнопкой мыши и поменять их вот так местами для удобства. Загрузил 4 изображения, нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Теперь, как это вывести на сайт, именно этот альбом. Мы переходим к расширению модулей и наши два модуля Media Tools, которые выключены. Смотрите, вот именно этот модуль, он позволяет выбрать альбом без каких-то дополнительных настроек. А вот этот модуль более интересен. Сюда заходим, сразу его включаем, заголок «Скрыть» показать на ваше усмотрение.